Чтобы болезнь не зашла в район, нужны жёсткие меры, считают местные власти. Поэтому и ввели режим повышенной готовности. С этого момента специалисты будут заходить в каждый двор, чтобы посчитать, сколько на нём содержится животных, и вручить людям памятки. В них даже не рекомендации, а строгое требование – пасти скот нельзя. Но многие игнорируют эти правила. Вот, например, эти кадры были сняты нашими корреспондентами в Аскизском районе накануне, когда действовал введённый режим. А как Сергей Иванович сказал, все пастбища заражены у нас. И зараза на пастбище будет сохраняться тоже примерно до трёх лет. Распространяется элементарно, через корма контактно, при прямом контакте животных. Распространяется эрогенно с воздухом и с выдыхаемым воздухом. Распространяется контактным путём и механическими переносчиками, которыми является также и человек. Напомним, заболевание впервые было зарегистрировано в Баграде. И доказано, что заразу привезли вместе с переболевшим животным. А почему так произошло? Да потому что не соблюдаем законы. А сегодня, будем говорить, наши бизнесмены, так сказать, в кавычках, которые занимаются вот этой скупкой у населения скота, и без документов ввозят, перевозят и так далее. Понимаете? Вот в чём суть. Следственные органы занимаются. И будут лица, которые причастны к этой деятельности, будут привлечены. Сейчас возле заражённых территорий и на границе Хакасии с Тувой установлены круглосуточные ветеринарные посты. По информации управления Россельхознадзора, с того момента, как в Хакасии появилось заболевание, было досмотрено более пяти тысяч автомобилей. Выявлено больше сотни нарушений. Субтитры создавал DimaTorzok